Добрый день, мои любимые. Добрый день, мои сладкие. Посмотрите, какое небо. Дождь будет. Сегодня вообще я была не на связи, не могла. Телефон забыла дома. Вот только мы приехали, я взяла эту девочку, Мирея, которую зовут. Они же умирают, хотят. Вот мой, вот мой негодяй, вот мой негодяй. Чуть-чуть дождик идет. Ну, чуть-чуть совсем, но это самое, капает, короче, что-то. Ой, они с кроликом. Мы кушать купили кролику. Мы здесь все его держим. Покажи, покажи. Моя девочка вообще умирает за этого кролика. Ей так нравится. Ай, как дела, Сева? Как ты мой золотой? Многим не понравилось, что я тебя назвала Сева. Ну, ты же такой красивый, такой мягкий, такой нежный. А он, говорит, не похоже, говорит, на Винни-Пуха. Вот ты какой хорошенький. Мирея нравится? Да густа? Мирея тоже хочет взять. Куда он нас ультальс? Сыпой да муриль. Ну, как мои куры? Как мои куры? Ой, я уже вообще замоталась, девочки. Наверное, сегодня-завтра вот здесь я тоже приберусь. Замоталась я, девочки, замоталась я целую неделю. О, мои куры-ка кушает. Постоянно. Сейчас водички тоже им налью. Ой, уже чуть-чуть поздно, но не знаю, открыть, открыть этих. Поздно пришла, девочки, поздно пришла. Авропавос. Авропавос, он пока. Сейчас я открою их тоже чуть-чуть погулять. Бали. Ты так уже грязная, не надо. Так, открою я их, пускай погулять. Мои дорогие, я такой сон видела сегодня, вообще обалденный. Короче, я сейчас с вами поделюсь моим сном. Не знаю, для меня так это вот, мои сны, вот не знаю, почему, очень много значит для меня. Короче, сижу у своей сестры на кухне и смотрю, моя сестра заходит. Но моя покойная сестра, даже тяжело это сказать, слово. Смотрю, она стоит в таком пальто, она в таком пальто стоит, и я ей говорю, как дела? Она говорит, хорошо, я говорю, если ты вам посмотри на нее, пришла, это он такой, ей привет, говорит, я говорю, и я говорю, ты же говорю, вроде бы, уже не на этом свете. Как это ты вот, ой, утром мне так плохо было, после этого сна. Ты же говорю, вроде бы, она такая, играйся. Я говорю, ты же вроде бы, говорю, это самое, не с нами уже. Она такая, как не с вами, я с вами. И я ей говорю, ой, Заримочка, чего у тебя такое пальто? Она такая, а что с моим пальтом? Я говорю, давай его химчистку отдадим, давай его почистим. Она говорит, ой, химчистку отдать, говорит, это чуть-чуть дорого, наверное, будет. Я говорю, я отдам, я отдам, ты не беспокойся, говорю, я заплачу 30 евро, что ли, наверное, будет стоить вот так. Но надо его химчистку. Она говорит, хорошо. И она говорит, мне хорошо, говорит, самое, отдай. И это самое, что-то я иду, я говорю, давай пойдем погуляем. Смотрите, лавровый лист, как зацветает. Давай, говорю, пойдем, может, погуляем немножко, я ей говорю. И что-то вот мы с ней выходим, мы с ней выходим, и я ей говорю, ты знаешь, говорю, я решила, говорю, продать все-таки, говорю, мамин дом, как ты на это смотришь? Представляете, я ей во сне это говорю. А она мне говорит так, а она мне говорит, мне все равно. Я говорю, как все равно? Ну, я вот так хочу продать, давай, говорю, здесь квартиру купим, делюсь с ней. Вот, на самом деле, какие у меня вот мысли сейчас есть, вот этими мыслями делюсь. Она такая, мне все равно. Я говорю, как тебе может быть все равно? Это же все-таки и твой, и мой, говорю, нашим мамин дом, говорю, это же, говорю, наш, говорю она. Я говорю, хочу, говорю, для детей. Анна, ты для себя старайся, говорит, ты о себе думай. Мне все равно сестра, вот как ты решишь, так и будет. Я ей говорю, ну, ты увидела, говорю, изменение в твоей квартире? Я говорю, я постаралась, говорю, она такая, да, да, хорошо стало, говорит, мне очень нравится. Я говорю, тебе нравится, как у тебя в квартире стало? Она говорит, да, мне нравится. Я говорю, я так переживала, говорю, я постоянно, говорю, о тебе думаю. Она говорит, я знаю, что ты думаешь обо мне. Ты всегда думала обо мне. Я говорю, я говорю, тебе это пальто обязательно надо почистить. Я тебе его почищу. Она говорит, хорошо, хорошо. Я знаю, говорит. Такая, я ей говорю, ты знаешь, ко мне этот человек хочет приехать, но имя говорю, не. Я говорю, ей квартиру продаю, дом продаю ей. Она такая, ну, надеюсь, что все нормально будет. Я говорю, нет, я ей доверяю. Я ей говорю, я ей доверяю. Она такая, ну, надеюсь, надеюсь. Надеюсь, что тебя не обманут. Надеюсь, что все нормально будет. Не знаю, почему я вот это вот видела. Может, это потому, что я о ней думаю. Но я не помню, когда я последний раз видела ее. Уже давно, наверное, недели две, как она мне не снилась. И так как наиву я ее увидела, девчонки, вот как будто вот какая она есть, да. Вот какая она есть, да. Ничего не переукрашенная была. Ничего, вот какая она в жизни была, вот такую я ее увидела. Так на кухне стояла, так на все это смотрела. Знаете, никакого участия не принимает. Просто стоит и смотрит. Я там что-то кушать готовлю, что-то делаю. Я говорю, смотри, я вот это делаю. Смотри, я вот это делаю. Хорошо, хорошо. Я, говорит, все вижу. Я все вижу. Вот так. Не знаю, к чему. Зачем, почему. Но вот так видела. Вот так. Девочки, вы мне все советуете. Вот, мол, пускай твой муж отдыхает. Вы что думаете, что я его заставляю работать, что ли? Я же ему тоже говорю. Отдыхай, Стивон. А вы понимаете, когда человек привык к движениям, да? Вот он не может вот сидеть, сложа руки. Не может уже, девочки. Вот знаете, смотрите, вот у меня бабушка взрослая уже была, и она работала на заводе. Вы знаете, какое она помещение убирала, девочки? Она была там как контролер и уборщицей. Она на полтора ставки работала, девочки. Всегда, всю свою жизнь она работала. И вот она уже возрослела, девочки. Вот она возрослела. И, ну, уже там спрашивают, да, вот у моей матери. Ой, что твоя мать до сих пор работает, что ли, да? И она говорила, да, работает. И моей матери было уже неудобно. И моей матери говорит, Айшат, я тебя прошу, оставь уже работу. Мне уже стыдно. Мне уже неудобно перед людьми. Люди мне уже спрашивают, ой, какая взрослая и работает. И она говорила, Амина, ты не понимаешь, если я сейчас работать оставлю, я умру, мне нужно движение. Я хочу работать. Девочки, она до очень большого времени работала, девочки. До 70 с чем-то лет она работала, девочки. Она хотела работать. Потому что человек, который привык вот к работе, к труду, вот что-то делать, да. Я никогда не видела, девочки, чтобы мой муж там до 10, до 11 спал. И хоть даже вот отдых, да, вот он вот, но он в обед всегда вот любит, в обед поспать любит. Там часик. И знаете, он как штырлиц. Вот он садится и говорит мне, Так, Гуня, я отдохну немножко. Ну, где-то 40 минут. Девочки, через 40 минут бац, просыпается. А я так не могу. А я наоборот. Сегодня волосы чуть-чуть себе уложила. Он как-то плохо уложил. Кругло что-то уложил. Но я спешила. Бац! Через 40 минут просыпается. А я вот пока вот возьму сон туда-сюда, я могу полтора часа поспать в обед. Поэтому не сплю, потому что потом ночью мне бывает плохо. Вот так, девочки. Я с вами просто делюсь, да, вот, своим мнением, да, вот, своей жизнью. И многими, вот я еще раз говорю, девочки, это ничего не значит. Я просто делюсь, понимаете? Мне просто хочется с вами поделиться. Вот, каждый день. Вы знаете, девчонки, не судите никого из-за роликов, да, вот. Потому что сегодня ты вот такая бываешь, какая-то взрывная, довольная, счастливая. А на следующий день ты можешь быть такая грустненькая. Это же жизнь, девочки. Понимаете? Кому что, да? И вот сразу вот так судить человека, да, вот. Все-таки различайте, девчонки, интернетовские, вот, по интернету, да, вот, жизнь, да, и настоящая жизнь. Хотя я не хочу сказать, что у меня что-то другое. Нет. Нет, я такая же, как вот здесь, да, но просто девочке все равно. Чтобы вот человека хорошо знать, его надо лично знать. И то, и то бывает. Живешь с человеком столько лет, раз тебе такое, такое вытворит, такое бросит, и думаешь, блин, я же с ним столько лет жила. Понимаете? И вот никогда от него такого не ожидала. Вот так. Понимаете? Так что различайте, девчонки. Ой, что-то я чихнуть хочу. Сейчас. Вот правду говорю. Вы понимаете? И надо все равно быть чуть-чуть добрее, чуть-чуть как-то, ну, думать прежде, чем вот что-то вот человеку написать. Или это. Я вообще не за себя. Я в общем говорю, девочки. Я в общем говорю. А детей вообще лучше не трогать. Потому что для каждого человека свой ребенок, он самый специальный, самый хороший, самый умный. Хотя мы все внутри знаем, кто есть кто. И мы все это знаем прекрасно. Просто иногда признаваться не хотим. Вот. У меня, у меня моя заловка, да, девочки, у нее двое детей, да, мальчик и девочка. Девочка уже взрослая. Девочка, наверное, уже... Мальчик чуть-чуть младше меня, мальчик. А девочка, наверное, года 4-5 младше меня. А может на 3-4, ну, вот так где-то. Девочки, как она ее везде хвалила, куда они сядут, она ее хвалила там. Как она там учится, какая она там молодец. Потому что я с ним познакомилась, когда ей было 18 лет. 18 плюс 22, сколько? Вот столько лет ей, наверное, сейчас. Нет, или в 17 лет, что ли, я с ним познакомилась. Да, ну, короче, на 18-летие я к ней на дирижение приходила. Она выучила 10 классов, закончила, девочки, но она никуда не поступила. Но она очень хорошо училась, да, вот. Она вот в институт пошла, и там уже начала этот... По ней очень хорошие дороги эти девочки. И вот прям по ней было видно, девочки. А моя залога никого слушать не хотела. Она, нет, я ее один раз, мы с мужем пошли на дискотеку, я один раз ее увидела. Знаете, такая молодая, но она была в таком состоянии, девочки, да, вот с такими ребятами, с такими подружками. Понимаете, вот окружение, да, не очень хорошее окружение было у них. Вот сейчас у нее ребенок, ее дочке... Наверное, лет 13 есть ее дочки. Ну, дочка высокая такая, знаете. Вот она замуж не вышла, потому что она сожительствовалась одним мужчиной. И этот мужчина, короче, здесь это, в Испании, это так распространено. Это настолько дешево все стоит. Это настолько, вот, знаете, легко доступно это все, да. Вот ее муж, короче, стал запретными препаратами, это самое, увлекаться. И очень сильно. На такой степени увлекался сильно, что его там уже и в больницу клали, короче, все. Ну, никак, короче, выручить не смогли. Он куда-то туда поехал, девочки, там, накупил эти вещи нехорошие. Хотел их сюда привезти, его поймали, в тюрьму посадили. И вот так, короче, она с ним развелась, короче. Ну, не развелась, но разошлись они, короче. И вот я когда говорила один раз, ну, я молодая была тогда, я один раз в моей залогке сказала, что-то мне не нравится, как она себя ведет, ты бы за ней последила бы. Ой, девочки, если бы вы знали, что она мне только не сказала. Ну, потому что я видела девочки. Ой, моя дочка не такая. Ты посмотри на себя, ты за собой следи, ты зачем должна за моей дочкой следить? А я ей просто вот в наивности, понимаете, по молодости ей сказала. Я бы сейчас никогда бы не сказала бы такое, потому что иногда хочется человеку сделать хорошее, да, вот, а получается наоборот. Вот поэтому я вам, когда вот вы мне там пишите, да, вот, за дамчика там туда-сюда, почему я с ним строгой стала? Потому что, во-первых, года, во-вторых, вы что думаете, девочки, что мне бы не хотелось, чтобы он сейчас вот как самостоятельный парень отдельно, во-первых, я буду ждать, пока ему будет 18. Там мне многие в инстаграме пишут, там, вот, как это-то вот так, там, ты, мол, ему показала квартиру, мол, мед, мед показала, а ключи, мол, не дала. Хотела давать, а потом не дала. Ты ребенка настроила, что дашь ключи, а потом забрала. Девочки, я потому что очень была настроена, чтобы он отдельно жил, потому что, как вам сказать, я была, ну, как, против, да, того, что вот там с ним так отец, с ним так дедушка, там, тырым-пырым, да, потому что я же его слушала, понимаете, да, вот я же к нему обращалась, он мне что рассказывал, то я вот, вот так и это. А сейчас девочки, сейчас поняла, что нет девочки, что они все такие манипуляторы, и что сейчас он будет делать, вот, видите, сегодня он пришел, я ему говорю, оставайся кушать, мы сегодня там, в этом кушали, у квартиры у сестры, я ему звоню, он знает, что когда я прихожу, и во сколько я его прихожу, во сколько ухожу, и я его там обстирываю, я его там обглаживаю, все это, да, и я ему говорю, приходи с нами покушать, он такой, нет, говорит, я с дедушкой, говорит, потому что дедушка уже не очень себя важно чувствует, Так что я, говорит, там приготовила, говорит, отбивные, отбивные пожарил. Мне так понравилось, что он вот это сказал. Я говорю, будь осторожен, Адам, будь нежнее, Адам. Вот, будь такой. Он такой, ну, я же тебя слушаю, мне это очень понравилось. Он чуть-чуть изменился в лучшую сторону, девочки. Как я с ним стала строже, как я кошелёк закрыла, я ему говорю, вот возьми, говорю, вот эти деньги, говорю, пойди в магазин, купи мне вот это, вот это, вот это. И я у него с дачи забрала. Он удивился, я никогда не забирала с дачи. Почему девочке? Потому что боюсь. Боюсь, девочки. Боюсь, я уже боюсь, я уже прислушиваюсь. Я уже боюсь, я уже своему второму я прислушиваюсь. А мало ли что. А потом, девчонки, будет поздно, понимаете? И я с ним сегодня тоже разговаривала на эту тему. Вот за эту девочку. Я говорю, такая хорошая девочка была, вот так испортилась. Адам, здесь это всё так легко доступно, это всё он такой, вот ты опять начинаешь. Я говорю, нет, Адамчик, дослушай меня. Вот ты представь себе, говорю, если бы мне было бы безразлично, я бы тебе рот не открыла бы. Делай, что ты хочешь. Так как ты мне не безразличен, я волнуюсь за тебя, переживаю. Так вот, не переживай, не волнуйся. Я говорю, пожалуйста, сынок, не подводи меня. Сегодня, завтра Андрей, надеюсь, что пойдёт на работу. Потому что он уже хочет, он сказал, там, он ждёт, там, он хочет сейчас кредит, там, взять, он, короче, там, ну, ему обещали хорошую работу, и, там, это то, короче, вот сейчас он хочет, там, ну, короче, все деньги собрать и открыть, короче, своё. Я ему сказала, я надеюсь, что ты считаешься с Адамом. Он говорит, конечно. И Адам, говорит, я его видел, говорит, вчера, говорит, и ему тоже сказал насчёт работы. Я говорю, молодец, но что ты всё-таки решил работать, не будешь? Я думаю, девчонки, знаете что, он 2-3 месяца поработает, увидит, как это сложно. Я думаю, может быть, он скажет, давай я буду заканчивать, буду учиться. Ну, а что делать, девчонки? Некоторые люди и в 20 лет начинают учиться, и даже старше. Так что, может быть, девчонки ещё возьмётся за голову. Но я вижу лучшее. Я вижу с его стороны лучшее поведение. А сперва он был агрессивный. Он уже агрессировался, агрессивный был. Вот почему вы мне ключи не даёте. Сейчас успокоился, угомонился немножко, угомонился, девочки. Сейчас он понял, что меня уже этим не возьмёшь. Вот этим надутым лицом, вот этим всем меня не возьмёшь. Сегодня он позавтракал со мной, позавтракал со мной и это самое. И ушёл, говорит, нет, кушать буду дома. Он себе бутерброд сделал, сангвич сделал сам себе. Я так удивилась, что он сам себе сделал, не сказал мне, что-то сделай. Я говорю, ты что, готовить? Он такой, ну, отбивные сделаю, что там сделать? Я ему тоже объяснила, как их сделать. Он говорит, да, да. Я говорю, со стола убирай, посуду мою. Он говорит, да я это всё делаю. Я говорю, я надеюсь, не бросай твоего дедушку. Дедушка, когда был, говорю, молодой, он очень брал коляску, с тобой круги мочил, говорю, по талавере, говорю, гулял. Говорит, ты тоже сейчас, говорю, старайся. Насчёт прав тоже объяснила. На работу пойдёшь, сделаешь себе права. Он такой, ну, хорошо, подумаю. Я говорю, тоже говорю, не надо, говорю, всё время говорю. Папа, тётя, папа, тётя, говорю. О себе тоже надо подумать. Всё-таки 17 лет тебе уже, сейчас будет 18. Через пару месяцев, девочки. Через пару месяцев будет 18. И, конечно, я вот так сестру увидела, девочки, как-то. И я ему говорю, я ему не говорю, что я её во сне видела. Ну, не расстраивать, да, его. Я ему говорю, я понимаю, что тебе тяжело, но мне тоже нелегко. Я говорю, если для тебя мама, она для меня, сестра была, я с ней выросла. Ты понимаешь, мы всегда вместе были. Мы всегда были вместе. Он говорит, да, я знаю, знаю. Я говорю, мне тоже очень сложно, говорю, сынок. И мне нужна твоя поддержка, нужна. Он такой, да, я понимаю. Я говорю, я надеюсь, что ты понимаешь. А потом я подумала, даже разговаривать стал по-другому, девочки. Даже разговаривать стал по-другому. И мне это приятно. Вроде бы, может быть, остепенился, девочки, немножко. Всё-таки. Короче, вот так, девчонки, вот так поделилась с вами. Кто понял, тот понял, кто не понял, тому не надо, девочки. Вот и всё, тому не надо. Ой, ну вот так. Я ему сказала, достижение его сестры тоже, говорю. Смотри, сестра, говорю, уже по урокам лучше. Он такой, да, да, ты молодец, тетя. А чё, говорит, сестра, он нам, говорит, стало? Чё он такой, говорит, ко мне? Я говорю, Адам, сынок, как не будет злиться на тебя? Ты наш опор. Ты наша опора, ты понимаешь, говорю? Ты для меня многое чё значишь. Я говорю, мы тебя, говорю, настолько ждали, говорю, с сестрой. Ты для нас, говорю, ты же мальчик, говорю. Ты для нас опора, говорю. Я хочу, говорю, чтобы на тебя надеяться сегодня-завтра, мало ли что. На тебя надеяться хочу. Ты понимаешь, сынок? Он такой, понимаю. Я говорю, ты наш джигит. Вот так. Короче, не знаю, девочки. Стараюсь, стараюсь, девочки, стараюсь. И надо, конечно, не получается, нервы тоже свои уберут. Но я стараюсь, девочки. Вот так сейчас переоденусь, девочки. Чуть-чуть подмету здесь, а то это, как всегда, там, домашнее дело, короче, вот так. Хочу чечевичный суп делать. Дочка мне заказала. Вот так. Целую вас, люблю вас. Всегда ваша, как говорится, всегда ваша, девочки. Мои красотульки. Пока. Пока.